Во-первых, это таинство уничтожает все грехи. В младенцах первородный, во взрослых и первородный, и произвольный. Во-вторых, воссозидает человека и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и безгрешности. Православное исповедание. «Если кто и добр по делам, но не получил запечатление водою, не войдет в Царство Небесное» – Святой Кирилл Иерусалимский. «Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через таинство крещения» – Святой Амросий Медиаланский. «Вы должны познать, каким путем можно достичь отпущения грехов и получить надежду наследия благ обетованных. Другого пути к этому нет, кроме того, чтобы, познав Христа и омывшись крещением во оставление грехов, начать потом жить безгрешно». Иустин – философ. «Пришел Господь, и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему крещением» – Эфрем Сирин. «Великая вещь – Крещение. Есть пленных искупления, грехов отпущения, смерти греха, возрождения души, одежда светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утешение райское, ходатайство царствия, дар усыновления». «Так как человек состоит из души и тела, то и очищение двояко, бестелесное для бестелесного и телесное для тела, вода очищает тело, а дух запечатлевает душу, чтобы нам приступить к Богу с сердцем, окропленным и телом, омытым чистой водой» – Святой Кирилл Иерусалимский. «Что для Христа Господа были крест и гроб, то для крещаемых и есть крещение. И как Христос умер плотью и воскрес, так и мы умираем греху и воскресаем для добродетели силой Божию» – Симеон Новый Богослов. «Великое Таинство Крещения совершается тремя погружениями и тремя призываниями, чтобы и образ смерти отпечатлелся в нас и просветились души крещаемых через предание им боговедения». Святой Василий Великий. «Не презирая врачества заклинания пред крещением, не рабщи на его продолжительность, и это есть испытание искренности, с какой приступаешь к крещению». Григорий Богослов «Отрекаясь сатаны и всех дел его. Каких дел? Блуда, плебодеяния, нечистоты, лжи, воровства, зависти, гадания, ворожбы, раздражительности, гнева, хулы, вражды, ссоры, ревности. Отрекаясь пьянства, бесовских песен, вызывания духов, нет и времени перечислять все. Отрекаемся всего, именуемого худым, что ненавидит Бог». Ефрем Сирин Когда мы крещаемся, душа наша, очищенная духом, делается светлее солнца. И мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но еще и сами получаем от нее некоторое сияние. «Как чистое серебро, лежащее под солнечными лучами, так и душа, очищенная духом Божиим, принимает лучи от славы Духа и отражает их в себе». Иоанн Златоуст «Крещение, принявшие в младенчестве и недостойно прожившие всю жизнь, будут иметь большее осуждение, чем некрещенные, как поругавшие святую одежду Христову». Симеон Новый Богослов «Крещение в нашем русском языке созвучно с крестом. Счастливое созвучие, ибо хотя видимое действие крещения есть погружение, но существо его есть сораспятие Христу на внутреннем духовном кресте». Епископ Феофан Затворник Христианин «И твори дела, достойные Твоих обетов, чтобы неслужие явиться на суд и не разделить участь со лживыми. Должен христианин, как обновившуюся Божьей благодатью, к лучшему стремиться, расти во Христе и приходить в мужа совершенного» Ефесянам 4.13 «Но он в худшее впадает и делается злее язычника и идолопоклонника. Такому крещение будет в обречении в день суда Христова, если не покается и не исправится и не омоет скверн своих сокрушением сердца и слезами». Свидетель Тихон Задонский «У тебя есть младенец? Не давай времени усилиться по вреждению. Пусть освящен будет во младенчестве и с малых ногтей посвящен духу. Ты боишься печати по немощи естества, как малодушная и маловерная мать. Но Анна и до рождения обещала Самуила Богу, и по рождению вскоре посвятила, воспитала для священной Ризы, не боясь человеческой немощи, но веруя в Бога». Григорий Богослов «Не станем называть детей именами случайными, но именами мужей святых, просиявших добродетелями. Но только на эти имена пусть не надеются ни родители, ни дети, потому что имя без добродетели не приносит никакой пользы». Иоанн Златоуст «Уверовавшие в Бога и крестившиеся должны тотчас быть готовыми терпеть искушения и от своих домашних, ибо кто не готов к этому, тот при постигшей внезапно опасности легко приходит в колебания». «Василий Великий». «Симеон Солунский именует крещение вторым рождением. Григорий Назианзин крещение называет новым рождением из купели. «Крещаемый при погружении становится не только лицом на восток, но и должен быть весь наг», — говорит Симеон Солунский. «Тогда крещаемый вводится в воду весь нагий, как и родился, и как был создан». Святой Дионисий говорит, «Священно начальник, стоя над ним, крещаемым, при возглашении его имени трижды, погружает его в воде, призывая три ипостати божества при троекратном погружении и возводении крещаемого из воды. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, «Совлекся ты одежд ветхих и облегся в белые, потому ты принял белые одежды, чтобы они были знаком того, что ты совлек себя покрывало грехов и облегся в чистые и белые одежды оправдания». Святой Амвросий, Новая Скрижаль, страница 379. Итак, что же требуется для крещения? Вера и вода. Сегодня нет ни первого, ни второго. Самое ужасное, что совершилось за последние годы на Руси, это обмерщение церкви, смешение света и тьмы, веры и неверия. Церковь превратили в торговую точку. Тысячи, в кавычках, крещеных, кто и не верит, и ему лишь волосы головы слегка смочили водой, считают себя православными, но так и остаются вне церкви. Иоанн Златоуст говорит, чтобы обратить человека к вере, нужны тысячи талантов у проповедующего благую весть. А для того, чтобы крестить, не лоб мочить. Не нужно ни одного таланта, но достаточно, чтобы священник был законно рукоположен. То есть, по нисходящей линии имел прямую связь через епископов с апостолами, со Христом. И не был запрещен от архиерея. Любой священник может проверить себя, кто он. Пастырь или отец, или артист и коммерсант. Пусть на деле исполнит то, что возглашает. Оглашенные из идите. Двери, двери. Пусть на деле исполнит эти возгласы, выведет готовящихся к окрещению, оглашенных и отлученных за грех, чтобы была далее воистину литургия верных. Чтобы читающий это мог достоверно убедиться, что никогда и никто из святых мужей православия не признавал закрещение, сегодняшнее ложе крещение. А ознакомимся с высказываниями самых популярных из них. И нового учения в церкви не было и нет. А мочение волос и головы – это все католическое, папское, развращение православия. Вот почему в Библии самые гневные слова говорит Бог на священников, испортивших виноградник его, ведущих овец его ложным путем в погибель, не допускающих войти в Царство Небесное. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью. Прокеремия 12.10 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священного действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Прокосия 4.6 Первое. Погружение в заповедь Христа. Научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28.19 Слово крестя по-оптически «баптизантес», что означает «погружая». Всюду, где стоит слово «крестить» в греческом оригинале, стоит слово «погружать». На вопрос, не желающих крестить полным погружением, где же в Священном Писании говорится, что именно полным погружением нужно крестить, ответ самый точный. Везде, где стоит слово «крещение» – «крестить», ставь слово «погружение» – «погружать». Такой перевод дан на всех языках мира, и только в русском и славянском языках слово «крещение» подчеркивает духовный смысл от слова «крест» – «приготовиться страдать». Второе. Символ «погребение». Мы погреблись с ним крещением смерти. Римлянам 6.4 Погребение во всех народах означает сокрытие с глаз. Если тело остается на виду, не скрыто в земле, значит, человек не погребен. Если человек не скрывается весь в воде, он не погребен. Не крещен. Крещение обозначает тридневное пребывание Христа во гробе. Кирилл Иерусалимский во втором тайноводственном слове в этом смысле растолковывает этот стих. Римлянам 6.4 «В погружении, как в ночи, ничего не видно, а при возникновении из воды снова как бы стали пребывать во дни». Так ли ныне делают? Не погружают? Не хоронят? По образу, кого погребают, когда тело в гроб на виду, как в мавзолее на Красной площади? Всецелое погружение в Духа Святого. Всецелое погружение в воде. Всецелая отдача себя Христу. Внешний обряд отображает внутреннее духовное состояние. Неполное погружение отражает и неполную отдачу Христу. Хотя в отдельном случае может быть, что человек всецело, отдаваясь Христу, принимает неполное погружение. Отсутствие возможности или отсутствие научения, или не знал. «Если кто в болезни просвещен крещением, то не может произведен быть его присвятера, ибо вера его не от произволения, но от нужды. Разве только моральми, после открывшейся добродетели и веры, и ради скудости в людях достойных». «Обливанцев болезни не возводить в присвитеры». «Третье. Каноны. Если кто, епископ или присвитер, совершит не три погружения, да будет извержен». «Апостольские правила 49.50». «Четвертое. Отцы Церкви. Святой Василий Великий. Великое Таинство Крещения совершается тремя погружениями и равными по числу призываниями Отца и Сына и Святого Духа. «Чтобы и образ смерти Христовой отпечатлелся в нас, и просветились души крещаемых через преподанное им боговедение». «Богословские труды. Москва. Том 10. Страница 142 по 145. И о Святом Духе. Глава 27. Святой Иоанн Златоуст в 9 томе в толковании на книгу «Деяния 10.10» объясняет «Троекратное поднимание сосуда в виде полотна с животными, птицами, пресмыкающимися, что это означает троекратное погружение крещаемого в воде». «Тертулиат. Трижды погружаемся, как Господь определил в Евангелии о веке воина. Глава 3. И в крещении о троекратном погружении послание апостола Варнавы написано не им, но текст древнейший, со II века. «Мы входим в воду, отмеченные грехами и нечистотами. Выходим же из воды, плодоносящими в сердце». Глава 11. Клеймент Александрийский. Педалион. Книга 3. Глава 1. «Апостольские постановления. Третий век. Книга 7. Глава 16. «Потом епископ или подчиненный тебе пресвитер, произнося над ними поименно священное призывание Отца и Сына и Святого Духа, погрузи их в воде». Иоанн Златоуст. Беседа 25. На Иоанна. «Когда мы погружаем свои головы в воде, как бы во гробе, вместе с тем погребается ветхий человек. Потом, когда мы восклоняемся, выходит новый человек». Григорий Низкий. «Слово на крещение Господне. Как Спаситель был сокрыт в земле, так и мы скрываемся в воде троекратным погружением в голову». Митрополит Киприан. 14. Крещение же святое творите тако. Не обливать водой, как лотияня не делают, но погружать в реке или в сосуде чистом, установленном на сие. Письмо к Афанасию. Пятое. Требник. «При рукоположении все дают обет никогда ничего произвольно не менять из установленного святыми отцами и святыми соборами. Крещается Раб Божий. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. На каждом возглашении, не изводя его и возводя из воды». Москва. 1979 год. 153 страница. Настольная книга священнослужителя. Том 4 страница 229 по 232 говорится четко о погружении крещаемого. Москва. 1985 год. «С погребения Христу внешним образом выражается погружением крещаемого в воду. Погружаясь, мы как бы скрываемся от мира и перестаем для него существовать. Выходя из воды, мы воскресаем». Настольная книга. Том 5 страница 250. Москва. 1986 год. 6. На Руси, как было раньше и как стало нынче. Полное погружение. 1274 год. Владимирский собор. Очень авторитетный в истории русской церкви. Запрет на обливательное крещение. Только погружение. В 17 веке при патриархе Филарете, жившей 1618, служившей, видимо, с 1618 по 33 годы, обливанцев перекрещивали. В 17 веке греческая церковь заняла резкое отношение к латинянам, католикам. После Константинопольского собора 1736 года, католиков стали перекрещивать. Одна из причин обливания у католиков – кропление. В 1620 году Московский собор постановил принимать латинян через крещение. 1667 собор, реформа Никона, это отменил. Это год, наверное. Смотри, богословские труды, юбилейный сборник Московской Духовной Академии. 300 лет, Москва, 1986 год. Обливание – ересь, кроме тех исключительных случаев, как первое – в тюрьме, второе – на удре болезни, третье – в степи при плене. Священники, произвольно совершающие обливания, должны быть извергнуты, если не прекратят эту погибельную практику небрежения, как призывающую проклятие Божие. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Сто главы Собор, 1551 год, глава 17. А детей бы крестили в церквах по уставу и по преданию святых апостолов и святых отцов, а не обливать водой, но погружать в три погружения, как написано в печатных служебников. И только погрузив крещаемого, по всем помазывает его святым миром и облечет его во все новое. Прежде взявши его на руки преемнику и поет Иерей, блаженнее им же отпустишееся беззаконие и им же прикрышееся грехи и прочее. А кум бы был один мужского пола, а другой женского, больше того не подобает. Санкт-Петербург, 1863 год. Сто главы Собор Император, Академия Наук, трепник Петра Могилы, 17 век, допускал крещение только через погружение. Это же подтвердил Московский Собор, 1667 год, и патриарх Адриан. Вот как описывает архидиакон Павел Алепский, крещение на Руси. Смотри, ЖМП номер 7 за 1985 год. Страница 75, второй столбец сверху, первая строка. Крестили только погружением. Обливание считалось настолько неверным обычаем, что его даже не признавали крещением. И крещенных католиков, и даже православных украинцев и белорусов крестили вторично. Но взрослых, как правило, не русских, крестили в реке после того, как они определенное время обучались молитвам, церковным обычаям, тайнам веры. И сорок дней постились, стоя в притворе церковном в положении оглашенных. Павел Алепский наблюдал крещение в реке. После помазания Илеем с крещаемого снимал одежду, оставляя его в одной рубашке. И священник вводил его в реку. Затем, когда крещаемый достаточно погружался в воду, сорочка снималась, и крещаемый погружался с головой трижды при помощи пояса, продетого подмышки. Затем его тотчас одевали полностью во всю новую одежду. Даже обувь и головной убор полагались новые. Священник трижды обходил с ним вокруг купели, стоявший на берегу. Так крестили в присутствии архидиакона Павла однажды трех мужчин. Мы увидели нечто чудесное, их лица были черные и мрачные. И тотчас, о удивление, преобразились в сияющие светом. Субтитры делал DimaTorzok